Между тем, после посещения ТЭЦ Болжан Абдишев жестко раскритиковал работу городских властей на общем совещании в Акимате Караганды. По словам Акима области, с работой не справляется как главы районов, так и коммунальные службы. Чем еще был недоволен глава региона в материале наших журналистов? Я готов каждый день вас гонять вот так вот. Получать нагоняй от Акима области, по словам самого Болжана Абдишева, есть за что. Глава региона подверг критике работу городских государственных исполнительных органов. Взять в пример крупную аварию на ТЭЦ-3. Тогда без тепла, воды и света осталась большая часть Караганды. Конкретный вопрос прозвучал заместителю Акима города Алмазу Сулейменову, курирующего вопросы энергетики. Сколько раз на ТЭЦ-3 было затопить в сезон? Четыре раза. Почему не смотрят, что там происходит? Почему на ТЭЦ-3 в цехах бардак? Все везде течет, грязь и так далее. Я сегодня вам говорил на Веркен еще раз. Не было такого на ТЭЦ-3. Между тем, Аким города Мирам Смогулов отметил, что с начала топительного сезона на Карагандинской ТЭЦ из-за некачественного проведения ремонтных работ произошло несколько десятков аварийных остановок оборудования. В течение указанного периода на ТЭЦ-3 не выдерживался неснижаемый запас угля, так как вместо положенных 30 дней доходил запас до 10 дней даже. Затопительный сезон не выдерживался температурный график. В декабре месяц недоторг состоял 19 дней. В январе 9 дней. Кстати, все еще остается открытым вопрос уборки снега на территории города. Активно избавляться от снега глава региона поручил еще две недели назад. Сегодня можно подводить итоги. К слову, работа коммунальщиков Волжана Абдишева по-прежнему не удовлетворяет. Проблемы нехватки техники и персонала так и остаются нерешенными, в то время как снег сам убираться не собирается. Не видно, что по городу весьменно работаете. Я что, думаете, не ездил по городу ночью, что ли, не смотрю? А ведь не за горами паводковый период. Градоначальник отчитался. Работа по предотвращению неприятных последствий обильных снегопадов ведется, в том числе в частном секторе, который наиболее подвержен затоплению. Вывоз с 14-го числа начат с этих улиц. Мы проводим подводный охот, население поднимаем, предупреждаем, чтобы снег увозили. Те, кто не может, выносят на дорогу, мы увозим. Работа местных исполнительных органов города не систематизирована, подытожил глава региона, дав ряд поручений ответственным лицам, в том числе по недопущению остановок оборудования на городских ТЭЦ, обеспечению их нормативным запасом топлива, а также продолжению работы по уборке снега и благоустройству города. Я еще раз призываю всех встрепенуться, давайте мы начнем активно работать. Все можно организовать при желании, если будет системная работа. Системной работы нету, с бизнесом, со всеми другими учреждениями никто не работает. Мы привыкли все из-под палки, чтобы каждый день кричали, тыкали.